Машины на дорогах не ставить. Многие автомобилисты используют полосы, предназначенные для общественного транспорта в качестве парковки. Хуже всего дела обстоят на юбилейном проспекте. В такой ситуации очистить дорогу коммунальщикам удается с трудом. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды. На одном из них побывала Татьяна Кастанда. Здесь должна проводиться механизированная уборка, но из-за припаркованного транспорта приходится обходиться ручной. Процедура эта более дорогостоящая. Да и времени уходит гораздо больше. Еще бы добраться до самых укромных мест между и под машинами. Это не на тракторе проехать. А ведь парковаться на полосах для общественного транспорта нельзя. Везде запрещающие знаки. Если бы у нас были трактора и все это убирали, мы бы намного быстрее убирали улицы другие. А так же, как припаркованные все машины, приходится вручную. У нас получается задержка с уборкой. Инесса Кураева живет на улице Лавочкина. Почти каждый день пользуется общественным транспортом. Чтобы попасть в поликлинику, мне нужно за два часа из дома выходить. Я здесь живу, но ни проехать, ни пройти невозможно абсолютно. Потому что все засалено частными машинами. Все стоят, и мне можно. Так думают многие водители. Нарушителей здесь всегда хватает. Я приехал в магазин под разгрузку. Просто смотрю, тут машины стоят, поэтому остановился. Инспектору, можно сказать, повезло. Нарушители успели поймать до того, как он оставил припаркованную машину. Водителю придется заплатить штраф в полторы тысячи рублей. В Московской области отсутствует закон о эвакуации транспортных средств. В Москве он есть, в Московской области еще не принят. Припаркованные по краям дорог машины – проблема всего города. Похоже, ситуацию исправят только дополнительные стоянки. Татьяна Костанда, Олег Меликов, Служба новостей.